Продолжение следует... — Группа, правда, насколько я понимаю, в несколько усеченном варианте. Все, кто смогли к нам доехать, это Августин и Александр. Или Александр Августин, как надо правильно произносить. — И так, и так правильно. — Ага, вот, это Августин заговорил, а Александр... — Пока молчим. — ...за ударными сегодня. Так, почему не все? — Почему не все, Александр? — Да банально все. — Почему не все? — Кто-то не смог, кто-то заболел, у кого-то меркантильный интерес. — Вот так вот. — Кошмар. То есть мы сегодня слушаем акустику, знакомимся с вашим творчеством. Кстати, сразу вопрос в лоб. Было обещано, однажды на сайте написано, что в начале 2012 года будет альбом. — Да. И мы обещание свое держим. Буквально в начале мая уже будет готовый диск, который можно будет подержать в руках, приобрести, послушать. Все треки готовы, все треки сведены. — Начало мая — это дачи. — Все прекрасно. Мы сами в начале мая... — Вы прямо на дачах будете? — Нет, мы уедем в путешествие. У нас на майские праздники запланирован велосипедный маршрут в Грузию. Вот, мы будем отдыхать. — Еще раз, подождите. — На майские праздники. Мы едем отдыхать в Грузию. — Так, насколько я понимаю, это как минимум расстояние до границы. — 2000 километров. — Потом как минимум граница, а потом горы. — Да. Но, естественно, добираться мы туда будем транспортом, не велосипедом. Потому что на это физически нет времени. — Поскольку у вас в руках не велосипеды сегодня, а инструменты, причем музыкальные, то я предлагаю, чтобы наши зрители... Сделать так, чтобы наши зрители оценили, все-таки, как музыкальные критики пишут, этническая музыка или все-таки не этническая? «Заходило солнце вечером, наполняя небо днем». Мне сказали, что рано срываться в полет. Небо затянута тучами, небо землю польет, Если не даешь мне дороги наверх. Разреши мне выйти под дождь, напиться водой небес. «Заходило солнце вечером, наполняя небо днем». «Заходило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днем». «Заходило солнце вечером, наполняя небо днем». «Заходило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днем». Мы запутались в терминах, нам не хватает своего языка Ты прости меня сердце, опять взяла вверх голова Каждому своё время уйти Не понимаю вашего, скоро каждый прав со своей стороны Захотило солнце вечером, наполняя небо днём Захотило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Захотило солнце вечером, наполняя небо днём Захотило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Захотило солнце вечером, наполняя небо днём Захотило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Заходило солнце вечером, наполняя небо днём Заходило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Не мудрено оступиться в пути Прежде чем другого судить, на себя поглядеть Не совершает ошибок только тот, кто стоит Я упаду на самое дно, чтобы утром взойти Заходило солнце вечером, наполняя небо днём Заходило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Заходило солнце вечером, наполняя небо днём Заходило солнце вечером, чтоб утром стать и быть с нами днём Браво! Я сейчас попрошу наших режиссеров, выпускающих, чтобы вторая камера показала то, на чем Александр играл. То есть играет композиция, перед ним стоят ударные инструменты. А уже показали, вот мне подсказывают. Но тем не менее, Александр, все-таки вот расскажи, ты на этом сидишь и на этом играешь. Да, это очень удобно. Что это? Это инструмент, называется кахон. Родом он, по легенде, из Перу. Бедным рабам не давали играть на барабанах, они играли на ящиках из-под апельсинов. А потом его модернизировали, поставили туда внутрь пружину. И, по-моему, алдемиологи, то есть такой есть, вот он привез, привознес вот этот инструмент на сцене. И как бы он стал популярен. Ну, я думаю, что популярен он стал в первую очередь из-за чебурашки. Все-таки, чебурашка. Сначала был чебурашка, да. В такой же коробке. Да, да, совершенно верно. Вот, поэтому перуанцы, наверное, посмотрели наш мультфильм. Ну, наверное, было гораздо раньше все-таки, чем чебурашка. Ну, это спорный момент. Это как курица или яйцо. Ну, да, история вообще очень своеобразная наука. Особенно в наше время столько версий сразу исторических, да, всплывать начинает о всяких великих событиях. Дело в том, что даже этот музыкальный инструмент, он сопровождается вот там брут, то нет, то и так далее, да? Да, но это фирма, не буду говорить какая, они просто так, чтобы не делать рекламу, я же... То есть она стилизует полностью под... Она стилизует, да, под посылку. Под упаковку, да. Все понятно. Интересно. Так, и вот эти ударные инструменты? Это ударные инструменты тоже из Южной Америки, вот. На них играют латиноамериканская музыка. Они с виду одинаковые, а по тональности... Они просто разные по тону, этот повыше, этот пониже. Как ноты. Этого хватает для полноценного... Ну, в принципе, конечно же нет. Конечно же нет. Сколько еще хотелось бы рядом поставить? Еще хотелось как минимум один, но дело в том, что аккомпанемент одна гитара и просто будет... не будет слушаться. Не к месту будет. Да. Всего у вас в группе сколько инструментов таким образом насчитывается? В группе вообще очень много инструментов, потому что вот мы уже сегодня об этом рассуждали между собой. Есть как таковой состав группы и есть ряд родственников группы, которые к нам присоединяются по мере возможностей. Сессионные, да, музыканты? Я бы не назвал бы это сессионные, потому что сессионный музыкант – это музыкант, который не заинтересован, ему платишь деньги, он играет. А это наши друзья, наши собратья, которые очень любят с нами проводить время, играть музыку. Но по разным причинам не могут всегда участвовать в концертах. Поэтому мы их называем собратьями, и они также присоединяются к нам. Поэтому в Длине Дыхания, помимо традиционного набора, скажем так, гитар, да, там бас-гитар, солирующие гитары и барабанной установки... Кстати, Александр в первую очередь прекрасный барабанщик. По-моему, он удивился. Я не знал. Да, это так. Есть небольшое разнообразие этнических инструментов. Это всевозможные духовые инструменты, да, и русские народные, и ирландские. Это монгольские инструменты типа маринхура. И после этого вы говорите, что музыка все-таки недостаточно этническая. Ну, опять же, что в зависимости от того, что мы называем этникой. То есть я, как представитель человека и русского народа, в принципе, играю авторскую песню, авторскую музыку. И она является этнической, если, грубо говоря, тогда в лоб рассматривать. Поэтому, в принципе, с этой точки зрения мы полностью этническая группа. Причем разно-межнациональный такой состав. Вот, да, не замкнулись на одном этносе, а пошли по миру. Межнациональный, межнациональный состав. И бурятский музыкант с нами, Журме, прекрасный. Кстати, вот про него что известно? Что он всего лишь 7 лет назад научился играть на музыкальных инструментах? Где-то так, да. Но он владеет, потрясающе владеет техникой игры на маринхуре. Это на что похоже? Это палка, два струна. Это смычковый инструмент, на самом деле, прародитель скрипки. А не тяжело совмещать русский этнос с два струна? Абсолютно не тяжело. Так же, как и все в нашей жизни прекрасно взаимодействует. Потому что мы каким-то искусственным образом пытаемся все что-то делить, забывая о том, что мы представляем собой единый организм. Вся планета Земля, все живые существа, не только люди. И поэтому уж в таких элементарных вещах, как музыка, совместить один инструмент с другим, это получается очень легко и задорно. Какого инструмента у вас не хватает? Сегодня? Нет вообще. Нет такого. Я считаю, что нет такого. Я думаю, что нет. Потому что мы живем в такое время, и вообще, как бы, все, что не хватает, можно пожелать, и это будет. И это прекрасно. Это удивительная способность человека. Все, что он хочет, он может иметь. Абсолютно. В группе люди с музыкальным образованием? Не знаю. Как не знаю? Александр, ты с музыкальным образованием? Ну, у меня вот такой путь очень долгий был, с пяти лет. А как они тогда собеседование проходили? В хоре зернышки пел, потом была скрипка, фортепиано, потом было эстрадное отделение по барабанам. То есть Александр все-таки мультиинструменталист? Ну, не мульти, конечно, просто... Мульти-мульти. Более того, Александр пишет прекрасные песни, играет на гитаре, на фортепиано, и, по-моему, еще на каких-то музыкальных инструментах. Да, у меня сейчас просто. А группа исполняет песни только твои? Группа «Длина дыхания»? Да, большей частью мои авторские композиции. А Сашины? А мне не дает он. Забиваю он талант. Он говорит, никогда в жизни тебе не дам сыграть. Ну, а будет перетягивать идеал на себя? Ну, да, да. Сутка, конечно. Просто пока не было разговора на стене. Нет, ну, на самом деле, как бы у нас бывают разные концерты, разного формата, и периодически я говорю, Саш, ну, спой что-нибудь. Он перед за кулисами там, да-да, сегодня спою, сегодня спою, наступает время. Августин, нет. Если я не выпью, я не пью, я не пою тогда. А я не пью никогда по-отпию. Саш, ну, может быть, вот ради такого случая мы сегодня здесь. Может быть, это... Нарушим программу, а? А почему бы и нет? Ну, давай гитара тогда, что ли. О! Так, ты прямо у себя? А, может быть, там тогда и места не поменятся? Опять-то будешь? Ну, опять-то, конечно. Ну, вот микрофончик. Так, ну, надо сразу к микрофончику. Что ж такое-то? Впервые такое происходит в программе «Пролив». Человек с ударной установки перешел за гитару. Резко. Резко, да. И что из этого получится, мы сейчас узнаем. Какой-то Дмитрий Семенович играет в сексе. Человек, которому не дают петь свои песни в группе, сейчас имеет... Как будет назваться песня? Я иду по лужам. Слушаем. Когда дождь за окном Пасмурные мысли посещают мой дом. Я их не жду. Зонтик раскрываю и по лужам иду. Я иду по лужам. Никому не нужен. Никому не нужен. И пусть печаль Никогда не поздно все сначала начать Сказать прости И вдвоем под зонтиком по лужам иди. Я иду по лужам. Никому не нужен. Никому не нужен. Я иду по лужам. Никому не нужен. Спасибо. Неожиданный ход событий. Для меня тоже. Понимаю. А для меня это как неожиданно. Да. Но тем не менее, группа «Длина дыхания» это один такой целостный коллектив, который... Он постоянно вместе существует? Или вам трудно собраться, потому что вы... Про путешествия речь была. Ритм жизни в 21 веке, сами понимаете, довольно бешеный. И если правильно использовать новые технологии и самоорганизацию, то можно очень многое успевать. То есть это обмен звуковыми дорожками по интернету? Кстати, в том числе. Записал партию гитары, послал... Говоря, например, о нашем первом альбоме, который, кстати, называется «Паруса», большая часть работы была сделана в республике Тува. Тувинские музыканты, которые принимали участие в записи, они записывались на местных студиях. И мой друг, прекрасный музыкант Александр Медведев записал все это на своей студии Darky Music, все гитарные партии свои, всех горловиков тувинских и все национальные инструменты азиатские. А потом уже где-то здесь это все сводится? Ну, нет, он, кстати, этот альбом и сводил. То есть большая часть работы, говорю, даже больше половины была сделана в Туве. Хорошо. В республике Тува. А о чем песня у группы? А мне кажется, этот вопрос может быть не очень уместно задавать автору. Хотя, с другой стороны, почему бы нет? Потому что автор в данном случае... Заинтересованное лицо. Да, слишком субъективен в этом вопросе. Очень субъективен. Но все равно, с точки зрения автора-то... Я хотел бы думать, что я пишу песни... Скажем так, мне вообще сложно дается написание песен. Почему? Мне нужно, чтобы меня захватила очень сильно какая-то эмоция или какая-то проблема, которая меня действительно волнует. Только тогда я могу написать песню. То есть вот когда она меня захватила, так что мне надо это выразить во что-то еще. То есть только тогда рождаются какие-то строки, они складываются, складываются. А есть какие-то конкретные примеры? Допустим, сегодня вы два раза мимо телекомпании не успели повернуть и два раза проехали туда-сюда. Это проблемы нет, которые захватят? Сегодня был вообще удивительный день. Очень удивительный. Но я не хочу рассказывать о всем, что было сегодня, пока мы до вас добирались. Но это толкнет на написание чего-нибудь? Нет? А вот не знаю. Вот утром проснусь и пойму. Но я уверен, что после дней, которые мы проведем в Калуге, вот этих замечательных дней, и большой работы, которая намечена, потому что мы помимо концертов вечерних в арт-клубе Амра будем днем работать в детских домах. У нас есть специальная... Это тоже, это тема отдельная. Да, у нас есть специальная программа для детей. Поэтому очень надеюсь, что мы... Ну, как бы, я уверен, что после Калуги что-то напишется. Хорошо. Давайте еще. Говоря о посещениях разных мест, вот в 2001 году летом мы отдыхали на Байкале. С 2001 года я стараюсь выбираться в Сибирь, на это замечательное озеро и на Бурятскую землю. И вот в 2011 году там написалась эта песня. То есть этим летом. Называется «Родные небеса». И возможности о Tutaj Используйся Где бы ни был, где бы ни был я Надо мной всегда родные небеса Милая сестренка, двойная полоса Пусть мы не знакомы, я знаю тебя Не спрашивай, откуда родом мой дом, земля Горы, реки, птицы, звери, моя семья Шаманы били в бубен, бабы мяли каравай Кто еще осмелится искать здесь край Половину тверд и половину воды Сроки изменились, хочешь жить, так спеши Я слышал много паек, но поверь, ты сам стоишь у руля Господа, оставь покоя, возьми ответ на себя По приезду так колбасит, хоть не уезжай Стерна дали всходы, собери свой урожай Что это за девушка со звездой во лбу Все это во сне или наяву Я вижу белые крылья у нее за спиной Она манит меня в окно, полетели со мной То ли много, то ли мало, счет снова по нулям Я еще не здесь, но уже не там Вызвался сыграть на свою беду Взял не тот аккорд на другом ладу Можешь не стесняться, я не боюсь наготы Будешь полный дурой, если сожжешь все мосты Говорили люди, твердила судьба Там нечего искать, лишь потеряешь себя На свой страх и риск я на ощупь в темноту Ничего не предлагай мне в кайф, в потрезвоку Вот она корона, вот он трон И вот он ваш царь При свете он не может, что ж Мне искренне жаль Бывает, что случайно Бывает, что случайно Бывает, неспроста Бывает, торгнет так, что отлетит душа Бывает, что на небе Бывает, на земле Серебром по сердцу, плетью по спине Бывает, что солнце закрывает луна Бывает, что волна смывает города А ты все в заблуждении Я здесь ни при чем Моя хата с краю Гори все огнем Никого на небо не загонишь кнутом Дайте, братцы, волю А разберемся потом Гори все огнем Гори все огнем Молодцы Все-таки Саша подпевает, да? В группе, в песнях Иногда бывает, если слова запомнили А это трудно, да? Ну, пока еще да Почему Августин все-таки? Псевдоним когда появился? Псевдоним появился не так давно Но в 2012 году Ой, я ее забыл, кстати, когда он появился То ли до Нового года, то ли после Нового года Я забыл Кто-то был тому причиной? Для телевизионной версии можно оставить Скажем так Придержаться версии, что это просто концертный псевдоним Не, ну он из воздуха пришел или как? Или тоже случилось какое-то событие, которое... Мой милый Августин А, это коронка, да? Не бы нашептало, скажем так Хорошо Не бы нашептало мне, что нам пора бы сделать небольшую паузу После которой мы вернемся и продолжим программу «Пролив» Аплодисменты Мы продолжаем программу «Пролив» Группа «Длина дыхания» сегодня у нас в короченном составе Не все доехали, как мы уже выяснили Но поскольку ребята любят путешествовать Мы немножечко уже об этом говорили Предлагаю начать именно об этом Где уже путешествовалось и что особенно легло? В основном преимущественно, скажем так, я путешествую по России Мне очень интересно изучить родную страну А что в это время группа делает? Ну, группа существует Я же уезжаю не на год Я езжу наездами, там, на две недели, на месяц В последнее время мы стали расширять географию путешествий И вот в мае, я сказал, мы едем в Грузию А летом у нас будет маршрут вокруг озера Иссык-Куль Две недели на велосипедах и две недели пешком Это в Киргизии замечательной горной стороне Но это будет? А где уже бывалось и что все-таки понравилось? Очень люблю ездить на Байкал То есть я изучаю, скажем так, сибирский регион И давняя мечта у меня, у моих друзей и у нашего клуба В рамках которого мы путешествуем У нас свой клуб, который мы организовали Называется Третья планета Мы совершаем экспедицию вокруг Байкала на велосипедах Делаем это поэтапно Потому что не у всех есть возможность финансовая и временная Уехать на столько времени, оторваться от семьи, от дел Поэтому мы по две недели осуществляем наш проект Из года в год и объезжаем озеро Байкал Удивительные места Бывали в Казахстане, бывали в Татарстане и так далее Ну то есть вот на Алтае, конечно же То есть вот сейчас в основном сибирский регион И конечно же Кавказ Прикольно А мы все работаем Но никто не мешает каждому любому человеку Изменить свою жизнь И я не призываю к тому, что к безделью Ни в коем случае Просто мир, в котором мы живем, он удивительный И мы почему-то забываем о том Что это наша жизнь Наша планета И мы несем ответственность за все, что происходит В нашей жизни и на планете Земля Да я бы еще и на соседних планетах погулял бы С удовольствием Я думаю, что через некоторое время у человечества Когда человек перейдет в какую-то... Подождите, Августин Я тогда даю наводку Где-то месяца полтора-два назад Роскосмос объявил, что набирает космонавтов Для путешествия на Марс Или на Луну Ну куда-то в общем Я боюсь, что мне на сегодняшний день Будет это не очень интересно Потому что есть возможность путешествовать Другим способом Музыка Музыка это не только приятное времяпровождение И для меня в первую очередь Это определенный духовный путь Духовная работа И благодаря музыке мы можем перемещаться Не выходя из своей комнаты В любую точку планеты Земля Окей, кроме губной гармошки и гитары Еще какие-то именно у тебя Музыкальные инструменты в арсенале Я играю, скажем так Я буду перечислить инструменты На которых я учусь играть Варган, горловое пение Перкуссия всевозможная Значит, сансула Диджириду Всевозможные Что-то вот сейчас Похоже Вот сейчас В общем, часть из них Часть из них мы все равно не знаем Да, и вот часть из них Скажем так Я привез с собой в Калугу И мы будем играть Вечерний концерт И работать Играть для детишек Благодаря этим инструментам С помощью этих инструментов Ладно, про детишек Еще поговорим Про занятия И там какие-то вы им Тренинги что ли устраиваете Ну, давайте называть это мастер-классом Вот, мастер-класс Вот об этом мы еще поговорим Мы немножечко как-то отдалились От творчества группы Длина дыхания А мне кажется, что все это Как раз внутренняя жизнь группы То есть вот те песни, которые пишутся То, о чем поется Вот мы как раз об этом сейчас с вами говорим Да То, что было основой И то, что потом уже воплотилось в свое творчество Тогда что-нибудь вот групповое Групповое Давай краски споем Да, что хочешь споешь Песня называется «Краски для твоего холста» В разные периоды времени Нравится больше что-то Одна песня или другая Вот одна из моих любимых песен «Краски для твоего холста» Прекрасно, что есть краски для твоего холста Прекрасно, что есть песня Где слово «этрия» Полет священной птицы в эфире бытия Прекрасно осознать, что мы одна семья И спит напиток солнца Целебный мед луны В мгновенье растворится В объятьях тишины Ласкающие струи Окутают тела Венчая пир улыбкой Пурпурного вина Журчанье поцелуя Дыхание огня Вселенные несутся Пустую тьму маня И не найти начало И не найти конца Нет ни вчера, ни завтра Нет никому креста Ты спросишь, где мой дом И где моя мечта Готова так пойдем Я отведу тебя И небо разойдется Открыв свои врата Прекрасно, что есть краски Для твоего холста Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Хорошо Группа «Длина дыхания» У нас сегодня в программе «Пролив» Мы традиционно продолжим Но нам опять надо сделать Одну маленькую паузу После которой вернемся сюда Программа «Пролив» продолжается Сегодня у нас задушевная группа Которая называется «Длина дыхания» Не, ну задушевные же песни, нет? Вот, все, по крайней мере, покивали Спасибо Ты говорил в самом начале Что песни пишутся трудно И что приходится себя заставлять Нет, заставлять себя не приходится Так Трудно И приходится заставлять Это, ну, в моем понимании Немножко разные вещи Касаемо песен, которые пишутся Пишутся трудно, потому что Скажем так Чтобы вызвать То есть это должно быть Сильное эмоциональное потрясение Относительно какого-то вопроса Хорошо А самая удачная рифма Которая пришла в песнях? Я вообще не понимаю Что такое удачная рифма Вообще не понимаю Я не знаю никаких основ Стихоплется, там, рифма сложения И так далее Не силен И поэтому многие поэты Современные московские Меня критикуют Но меня это не останавливает И даже более Я отношусь к этому с юмором И меня это раззадоривает А кроме серьезных песен Другие есть? А что мы сегодня играли? Что-то серьезное было? Несерьезное надо? Я не знаю Я спрашиваю просто Есть они в репертуаре? А я не знаю Есть ли в нашем репертуаре Серьезные песни? А, водка Нет, ну как же Там природа, любовь Так это разве серьезно? Это то, что окружает нас Ах, любовь Это для вас шутки, да? Это не шутки Это то, в чем То, чему я пытаюсь научиться Это для меня, скажем так Не серьезная тема А тема моей жизни То есть это моя жизнь По сути И вот и все Так вот Хорошо Что у нас дальше По расписанию? Раз мы Зашла речь о любви, да? У меня есть что сказать На эту тему Пожалуйста Песня так и называется Вера, надежда, любовь Окей Просим В последнее время Я комментирую всегда Что-то перед тем Как ее спеть Но сегодня не буду Думайте сами Как говорится Решайте сами Итак Вера, надежда, любовь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сидя в лесу Наблюдая небо Дым от костра Сигарета во рту Меня беспокоят Три верхних предела Домы Чье имя Вера, надежда, любовь Ну что, мужики Давайте за дело А не в пушке написал А гоголь все шок А не сотни легенд На земле Промета И вот еще одну На тему споем Верка ушла Когда денег не стало Она так любила Одеваться в шелка Она без зарплаты Давно жить устала Столько время прошло А в карманах галя Надежда спилась Мирно храпит Под забором Ее не интересуют Мужские тела Ей бы с похмелья Стопочку Рома Самое главное Залить глаза С любовью вышло Все как-то стандартно Мы с ней познакомились В местном ДК Она подмигнула Я не смог сдержаться Потом всю ночь на сене Творились дела Прошла неделя Вторая, другая Люка нашла себе Другого бойца Я же укрывшись В уютном сарае Гляжу, как в небе Бушует гроза Сидя в лесу Наблюдая небо Дым от костра Сигарета во рту Размениваться на ерунду Ну что, мужики Ну что, мужики Задвинуя тему Но если здесь рай То каково же в аду И вот, сидя в лесу Наблюдая небо Дым от костра Сигарета во рту Меня не беспокоят Никакие проблемы Жизнь слишком хороша Чтобы вдаваться в дилеммы Размениваться на ерунду Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Да Вот Вот это уже к юмору ближе Про любовь много песен всяких Там В лесу среди веток зеленых Бродили мы с вами вчера На ваших ногах оголенных Я палкой убил комара Вот Тоже про любовь Да Что является Ну не знаю Каким-то Творческим ориентиром Есть он? Не идеал Ориентир Ориентиром? Как такового ориентира нету Естественно В моем творчестве Скажем так На мое творчество Оказала влияние Вся русскоязычная Скажем так Рок-музыка Потому что я вырос в этой среде Я ее впитал Скажем так С молоком матери Как раз Да То есть Естественно Она Ну присутствует Я как Но что-то ближе все равно Не хотел бы выделять Сейчас вот я смотрю Не хотел бы выделять Что может быть ближе Питерский Рок-н-ролл мне близок Скажем так Там есть калужские люди Там все нормально Да Мы говорили о том Что мастер-классы Да Какие-то проходят Для детей И это не просто Какие-то разовые мероприятия Это как-то вот Сопровождает Всю вашу жизнедеятельность Да Очень много хочется рассказать Об этом Но если в двух словах Да Есть проект Который я придумал Вместе со своими друзьями Музыкантами Путешественниками Который на сегодняшний день Мы обозвали Этновидение Или этновидение Это как предмет Да Это не школьный предмет Ни в коем случае Потому что Хотя было бы прекрасно Если бы это включили В школьную программу Мы отличаемся тем Что мы пытаемся Рассказать О планете На которой мы живем Не через логическое мышление А через эмоциональную составляющую Так То что к сожалению На сегодняшний день Немножко остается в тени Ну например С помощью музыки Песни разных народов Не песни разных народов И в том числе И песен разных народов Через музыкальные инструменты С разных частей света Которые мы собираем То есть мы Как дети реагируют? С большим интересным Любопытством И вообще Сто процентом Включением Другой вопрос А инструменты не жалко? Ведь детям только покажение Тут же потрогать Думал об этом Много инструментов было поломано Но меня это абсолютно не смущает Я этим делюсь Я этим делюсь И мне это безумно приятно И интересно Это своего рода Как бы Ну я не знаю Это моя жизнь Это образ жизни Я так живу И мне безумно интересно Взаимодействовать С молодежью С детьми Разного возраста Я у них очень многому учусь И я чувствую Что они чувствуют во мне своего И мне это очень приятно Это значит Что есть цикл Каких-то детских песен? Или вот как раз проверку И нормально идет Знаете, что очень интересно Вообще музыка Это универсальный язык И не обязательно совсем знать Например, английский Или там я уже не говорю О более экзотических языках Чтобы любить и слушать Какую-то музыку Да Я, например, слушаю много музыки Там Языка, которую я вообще не понимаю Но я интуитивно чувствую О чем идет речь Вот дети Они могут еще не пережить этот опыт Да Опыт, который, например, я там пережил Но они чувствуют, что это искренне Что это волнует меня И они с удовольствием сопереживают со мной В этот момент Не обязательно улавливать смысл слов Все передается через эмоциональную составляющую Согласен Согласен Спасибо Времени у нас все меньше и меньше Поэтому еще Угу Саша Да Пока не начали Ты будешь на них играть? А мы хотели сыграть песню Мейн Кум Но мы ее не будем Ну да, мы решили не играть Она слишком Отодвинь Все хотят видеть ящик Квои ноги Куда-то В сторону Тебе помочь? Да, нормально Второй сюда тоже поставим Отлично вообще А мы одну песню играем или еще две будем Да, я успею Две, отлично Нормально? Может еще назад? Сегодня мне сказали, что страна отмечает день рок-н-ролла Да, да, кстати, что-то есть такое Поэтому рок-н-ролльная песня от группы «Длина дыхания» В добрых традициях питерского рок-н-ролла Все очень не зря Все очень не зря Пусть день сменяет ночь, пусть солнце сменяет луна И я не знаю, куда я хочу, что дальше там Вернусь, не вернусь Меня подгоняет божественный губ Я пою Моя роль проводника У меня все спокойно, хоть я и сам Сорви голова Меня окружает столько разных людей Так много чудаков среди моих друзей С ними живется в сто крат веселей Кто-то ездит на авто Кто-то в метро Кто-то прячется в шкаф Кто-то чуть что Сразу в окно Я быть не привык на байк и на хайвей Мне все равно, кто из нас здесь быстрей Воздух сменился, я стал вникать в суть вещей Я поймал свою, как она С черным пером Между Курским вокзалом и Московским Кремлем Что делать, если на меня не хватило вины Я не свят, но не боюсь сумы Нет ничего страшнее религиозной войны Какое-то время я думал, что пребываю в раю Потом я встретил ее и понял Наконец я живу С тех пор я не найду себе места И с каждым днем все сильней и сильней Жизнь кайфовая, штука чем-то зубам Не хватает локтей Все очень веселее Все очень не зря Пусть день сменяет ночь Пусть солнце сменяет луна Я до сих пор не знаю, братслы Куда я хочу, что дальше там Вернусь, не вернусь Меня клюнул темя Божественный гус Да Созрели вопросы Поэтому я микрофон А, есть микрофон, да? Здравствуйте, меня зовут Наташа И вот очень интересует один вопрос На протяжении всей программы Вы как бы говорили Ну, вообще Сколько там инструментов играет В вашей группе Но никогда не упоминали Сколько человек в вашем полном составе Очень сложно понять Что такое полный состав Группы для отдыхания Потому что я пытаюсь Анализировать для себя Вообще Что такое группа для отдыхания И в последнее время Прихожу к выводу Что это Видимо какое-то Какое-то определенное состояние Которое люди попадают И начинают играть в длинное дыхание И их все время Количество меняется Поэтому Если брать Скажем так На сегодняшний день Канонический состав То это Пять человек Бас-гитара Мараджин Отель Акустическая солирующая гитара Игорь Лазарев Перкуссия Илья Ванехин Александр Маевский Перкуссия Или барабанная установка И Августин Песни Спасибо А все, кто вот Перманентные Они По именам Хоть помните их? Очень много друзей Которые присоединяются к нам Замечательные Вот К сожалению Сейчас уехал По техническим причинам Бурятский музыкант Журме Починется Очень Мы скучаем По нему Он вынужден был уехать На родину В город Улан-Удэ В столицу Бурятии Не просто музыкантам Видимо Сейчас он студент Поступает в институт Там сложились какие-то обстоятельства В общем Пришлось уехать Это якутская певица Саина Это Из ансамбля Чукотка Прекрасная Солистка Олит Это Армен Довидян Прекрасная клавишка У нас такой Межнациональный состав Я говорил Да Поэтому у нас так Это Да Это 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 Группа Длина дыхания Которая сегодня у нас в гостях Рекомендует читать На своем сайте Рекомендует читать Разные книги Я не согласен с одной книгой Да Это Да Нет Виктор Пелевин Вопросов нет Чоки Нима Ринпоча Вопросов нет Не читал Вот Халиль Джебран Тоже не читал Кстати Очень рекомендую Халилу Джебрана Пророк Очень небольшая Такая тонюсенькая книжечка Но там собрана мудрость Сего суфийского народа По-моему А вот про Ричарда Баха написано Чайка по имени Джонатан Ливинстон Мост через вечность И другие книги А мне чайка не понравилась Ну и что Не понравилась Поверхностная книга Дело в том Что вот я Так с друзьями философствуем Видимо Вот искусство чем прекрасно Оно заполняет Какие-то Недостающие элементы Нашей души И если у нас Что-то Видимо Что-то нам близко Или нам чего-то не хватает Мы это с удовольствием Воспринимаем И поглощаем это В хорошем смысле А если у нас это и так есть Нам это все понятно То может быть Это и не обязательно Поэтому Видимо Вот Вам это не обязательно Я не в том возрасте Не в том возрасте Прочитал Я понял Нет Дело не в возрасте Это вообще понятие Иллюзорное Вот нас в следующем году На пенсию выйду И тогда прочитаю Вот Ну давайте У нас время уже Совсем вышло Еще одно Живая? Да Прямо чтобы Мы взорвались аплодисментами Это же приятно Когда зрители взрываются Очень приятно Когда есть обратная Связь Очень приятно Всегда конечно приятно Сейчас сделаем И мы постараемся Не оплошать Что это будет? Это будет песня Живая вода Отлично Аплодисменты Аплодисменты Ты вагон Рюкзак под натугой Напои меня Но останемся люди За этим столом Мы дала эпоха Времена не прошли Только начало порога С крестом на груди Зеленые тары на пальце Войду в этот дом для тебя Живая вода Живая вода Ты прими меня Я в полном порядке Живая вода Напои меня Я уже рядом Рядом Живая вода Глубые тусы Пиво И все же Глобальный вопрос Что же дороже Тело душа Деньги Работа Религии Мира В поиске Бога Я мотался Пол жизни Все храмы Датсаны Буддисты Супписты Благословления Ламы Но путь мой Замкнулся Я опять Той же точке Зато лучше Вижу тебя Живая вода Ты прими меня Я в полном порядке Живая вода Напои меня Я уже рядом 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 Живая вода Где-то рядом Я Группу Группа Длина дыхания У нас сегодня В программе Пролив Если есть на Трибуне Вопросы К ребятам То блиц Можем устроить Если нет То и не надо Александр Очень приятно Августин Спасибо Это была программа Пролив Друзья Смотрите нас По пятницам Ищите в интернете Группу Длина дыхания Ищите в Калуге На Байкале В Подмосковье В Казахстане Ищите Ищите их везде Музыка Вот такая Но ее много И она сегодня Прозвучала не вся Длина дыхания Пролив Все